Дело об исчезновении Ивон Балдели – жуткая история, которая началась в 2011 году в Панаме. Точнее, она началась в 2009 году со старта отношений Ивон с бойфрендом Брайаном Бримагером, бывшим морским пехотинцем. Со стороны это выглядело так, будто девушка наконец повстречала своего принца Чарминга и с самыми светлыми ожиданиями вознамерилась начать вместе с мужчиной новую жизнь. В 2011 году Ивон и Брайан переезжают в Панаму. Два месяца проводят в Бокас Дель Торо, как в сказке, танцуя, веселясь, фотографируясь и нежесть на солнце. Позднее появятся свидетели этого периода жизни пары и предъявят альтернативную версию того, как выглядело то безоблачное на вид счастье. Планы пары были обширными, они хотели начать вместе швейный бизнес, мечтали о будущем. Женщина взяла с собой при переезде две швейные машинки и любимую собаку Джорджию Мэй. Но внезапно в конце 2011 года Брайан возвращается в США и на все вопросы отвечает, что они с Ивон расстались. Причем расстались по ее инициативе, якобы женщина встретила другого мужчину и решила продолжить путешествовать с ним. Параллельно близким Ивон приходят от нее электронные письма. В них Ивон заверяет родителей сестру, что все замечательно, она совершенно счастлива и действительно повстречала другого человека, с которым и решила отправиться в Коста-Рику. Стоит упомянуть, что последний раз Ивон видели в Панаме 26 ноября 2011 года. А что же Брайан? После его возвращения домой без Ивон он в скором времени женился на женщине, от которой у него уже есть ребенок. На расспросы сестры Ивон Мишель Венесуэлы Бримагир уверенно отвечает, что расставание было спровоцировано именно раскрытием факта его отцовства. И якобы Ивон отреагировала так бурно на эту новость из-за того, что не могла иметь детей и решила в порыве чувств бросить своего парня. Версия звучит отчасти правдоподобно, но все же семья Ивон объявляет ее в розыск. В январе 2012 года. Хоть родным и продолжают поступать письма, их тон кажется сестре необычным, в ее душу закрадываются сомнения относительно поведения сестры. Корреспондент программы 48 часов освещал это дело в течение пяти лет, от поисков в джунгли и Панамы до расследований в Южной Калифорнии. И в том числе с его помощью мы теперь знаем ошеломляющую развязку международного преступления. Как оказалось, Брайан Бримагер сделал своей будущей жене Кристин предложение всего через несколько дней после того, как Ивон бесследно исчезла в Панаме. Свидетельствами его беззаботности можно назвать и свадебные фотографии на пляже Ла Джолия, и общая пышность свадебного обряда, и счастливое, искренне, влюбленное лицо Кристин Бримагер. Корреспондент решил расследовать загадочное дело от его истоков. Прибыв в Панаму, он выяснил, что пару на острове довольно хорошо знали. С сентября 2011 года они успели познакомиться со многими местными жителями, а познакомились они благодаря тому, что мужчина мечтал стать певцом, часто выступал в клубах и барах. Супруги Крэптри, владеющие баром на набережной, где часто пел Бримагер, подтверждали то, что пара выглядела влюбленной. Пенни Том, владелец другого бара поблизости, тоже подтверждал это, но отмечал, что Ивон и Брайан, во-первых, были всегда позитивными, а во-вторых, имели привычку много выпивать. Мужчина исполнял песни за бесплатную выпивку и, похоже, спиртное просто лилось рекой, и это радикальным образом сказывалось на поведении Брайана. Питер Вансенд, так зовут корреспондента, который изучал дело, продолжал опрашивать местных жителей и постепенно становилось ясно, что Бримагер стал склонен к физическому и словесному насилию. Один из владельцев местного бара, Джефф Зальцман, назвал его страшным человеком, рядом с которым он сам ощущал опасность. Также Зальцман сообщил и нечто более важное. Он рассказал о том, что неоднократно замечал на лице Ивон следы рукоприкладства, синяки, подбитые глаза, рассечение. Конечно, девушка пыталась скрыть это с помощью Грима и явно стеснялась признаков насилия. Однако Джефф Зальцман засвидетельствовал, что происходящее было ему и окружающим довольно очевидно. «Она пыталась скрыть это и не говорить об этом», — сказал он. Позднее рассказ об этом страшно шокирует и огорчит родителей Ивон, ведь они все это время думали, что дочь счастлива, ее планы сбываются и она в полной безопасности. «Она выглядела очень счастливой на фотографиях и, казалось, действительно наслаждалась жизнью», — рассказал отец Ивон, Джим Фауст. Тогда же, в 2012 году семья Ивон активно подключилась к расследованию. Письма от сестры продолжали приходить, но чуткая Мишель отметила, что стала получать их гораздо реже. Потом письма прекратились вовсе. Затем Мишель получила сообщение от Бримегера, он просил забрать свой грузовик. Ни слова об Ивон в сообщении не было. Мишель была шокирована сразу нескольким, и тем, что Брайан тайно вернулся в США, и тем, что ни словом не упомянул ее сестру, и самим предметом его заботы — грузовиком. Мишель перезвонила уже бывшему бойфренду сестры и по предложению вытянула из него версию расставания. Он аргументировал его тем, что Ивон узнал о его дочери от другой женщины, Кристин Верховен, и решилась на стремительный разрыв. На вопросы, знает ли Брайан, где Ивон сейчас, оставила ли она записку, пыталась ли связаться с ним после разрыва, Мишель получила исключительно отрицательные ответы. Бримегер выглядел уверенным в себе и спокойным. Заверил взволнованную Мишель о том, что уверен, с Ивон все в порядке. Однако Мишель было не так просто сбить с толку. Она перечитала письма сестры и окончательно убедилась в том, что их тон необычен и подозрителен. Просто не в характере Ивон было так быстро рвать отношения и исчезать в неизвестном направлении. Потом, в начале января, от Ивон снова пришло письмо. Она писала, что скучает и скоро намерена вернуться в Калифорнию. Это письмо было последним, чашей терпения Мишель переполнилась, и она обратилась к своему кузену-программисту, попросив проверить IP-адреса, с которых приходили электронные письма, которые Ивон якобы отправлял из Панамы и Коста-Рики. Открытие кузена было поразительным. Письма, якобы отправленные из Коста-Рики, пришли из США, штат Калифорния, Данпойнт, то есть из места проживания Брайана Бримегера. Худшие опасения подтвердились. Электронный ящик Ивон был взломан Бримегером, он выдавал себя за нее и писал фейковые письма. Мать Ивон и журналист Питер Вансенд сошлись во мнении, что Ивон уже может не быть в живых. Но прямых доказательств вины Бримегера все еще не было. Мишель не могла больше медлить, она обратилась с заявлением ФБР, предоставив все улики, которые у нее имелись. Так делом Ивон занялся специальный агент Эндрю Матерс. Дело было непростым, так как в нем были задействованы международные отношения. Посольство Панамы по запросу предоставило сведения, что записи о том, что Ивон когда-либо покидала Панаму, не существует, тем более не было записей о въезде женщины в Коста-Рику. Отец, мать и сестра Ивон отправились в Панаму, чтобы найти ответы. Там они обратились к следователю, Донну Виннеру, бывшему офицеру американской разведки, известному своим впечатляющим перечнем раскрытых дел. ФБР же поставило своей целью расколоть Брайана Бримегера. При первом же разговоре с родственниками пропавший Виннер заявил «Я думаю, что шансы на то, что она тусуется где-то в Коста-Рике с другим парнем практически равны нулю». Первый шаг Виннера состоял в том, что Джим Фауст и Мишель Венесуэла сдадут кровь на анализ ДНК, на тот случай, если будут найдены останки. Затем панамскую полицию убедили провести пресс-конференцию с просьбой предоставить информацию. «Наша семья переживает кошмар уже несколько месяцев», — обратился к журналистам Джим Фауст. «И мы призываем всех, кто знает что-нибудь об исчезновении Ивон, откликнуться». Панамская полиция впервые объявила Брайана подозреваемым. Печатались листовки, и семья начала свои собственные поиски в дебрях Панамы. Местность, где предположительно пропала женщина, была очень непроста — болота, тропические джунгли, непроходимые заросли и большие площади, затопленные водой. Тем временем в США ФБР встретилось лицом к лицу с Бримагером. Агент Эндрю Маттерс отметил удивительное спокойствие бывшего пехотинца, когда тот пригласил их в свой дом. «Я ждал вас», — сообщил Брайан. Допрос продолжался около четырех часов. Все это время мужчина нянчился с маленькой дочерью и не выказывал ни злобы, ни признаков причастности к убийству. Версия Бримагера была неизменна, просто-напросто Ивон ушла от него к другому мужчине. Но столкнувшись с фактами, полученными при исследовании электронной почты, Бримагер наконец поколебался. Затем что-то привлекло внимание Маттерса. «Как только я вошел, я увидел белый ноутбук», — сказал агент, и мы знали, что у Ивон был такой же, который она взяла с собой в Панаму. Предчувствие Маттерса оказалось верным — это был компьютер Ивон. Но почему он оказался в квартире Бримагера? Даже находясь под пристальным наблюдением ФБР, Брайан оставался свободным человеком, живя со своей семьей на окраине Сан-Диего. Кристин работала, а Бримагер нет, проводя большую часть времени заиграю в гольф. Через несколько месяцев после этого интервью с ФБР программа «48 часов» встретилась лицом к лицу с предполагаемым убийцей. Журналист OneSend задал прямые вопросы Бримагеру. «Это вы убили Ивон. Имеете ли вы отношение к ее исчезновению?» Бримагер проигнорировал вопросы OneSend. Тогда ФБР перевернуло всю его жизнь с ног на голову, попросив всех, кто его знал, включая его жену. Оказалось, Брайан сказал Кристин, что едет в Панаму, чтобы отдохнуть после ухода из морской пехоты. При этом Кристин даже не знал о существовании Ивон. Он совершенно спокойно лгал обеим женщинам. И все же, по словам Кристин, Брайан — это самое лучшее, что когда-либо случалось с ней. Тем временем специальный агент Матросс совершил несколько следственных поездок в Панаму и еще раз подтвердил рассказы знакомых о домашнем насилии. Оказалось, что имело место быть не только избиение, а и удушение, и таскание за волосы. Поговорив с друзьями и соседями Ивон, Матросс убедился, что пара жестоко поссорилась 26 ноября 2011 года после того, как Ивон узнала, что Брайан стал отцом ребенка Кристин. «Ссора», — сказал Матросс, — вероятно, переросла в драку, и в какой-то момент Брайан решил, что собирается ее убить. Важнейшие улики были также обнаружены на ноутбуке Ивон, в том самом компьютере, который Матросс видел, когда впервые допрашивал Бримагера. Примерно за две недели до убийства Ивон сделала тревожное селфи. На фотографии был виден огромный синяк под левым глазом и припухлость на левой щеке. Также в поисковике ЯХУ был найден следующий запрос, как удалить кровь с матраса. Он был сделан около 10-30 утра в ночь после убийства Ивон. Еще больше улик обнаружилось в Коста-Рике, где видно, как Бримагер снимает деньги со счета Ивон. «Мы смогли получить фотографию около банкомата. Таким образом, мы видим Брайана, использующего дебетовую карту Ивон для снятия денег с ее счета», — пояснил Матросс. Также агенту стало очевидно, что Джорджия Мэй, собака Ивон, также была убита Бримагером, иначе она бы бегала без присмотра, и это вызвало бы подозрения. Бримагер все это время продолжал хранить молчание. Ключевая улика нашлась на странице мужчины в Фейсбук, где он продавал мачете. Бримагер сделал комментарий об этом ноже. Он сказал, «Да, когда-то он был моим. Я привез его с собой, когда приехал из Штатов. Я использовал его только для того, чтобы зарезать одну стриптизершу». Матроссу удалось разыскать человека, который купил мачете у Бримагера в Панаме. «Оно очень тяжелое и увесистое. Им можно нанести опасные ранения». У следователей было мачете, у них была электронная почта, и они уличили Бримагера во лжи. Но не было самой важной улики. Летом 2013-го прошло почти два года с момента исчезновения Ивон. 26 июня в том же году специальный агент ФБР Эндрю Маттерс надел наручники на Брайана Бримагера. Ему были предъявлены обвинения в 13 тяжких преступлениях, связанных с сокрытием смерти Ивон. Но не в убийстве. Помощники прокурора США Шейн Харриган и Марк Кановер были ведущими обвинителями. «На тот момент без тела», — сказал Харриган журналистам. «У нас не было достаточных оснований для обвинения в убийстве». Совсем скоро все изменилось. Местный панамский рабочий, убиравший кустарник на острове, где жили Бримагер и Ивона, наткнулся на вещевой мешок с останками. Тест ДНК подтвердил, что это была Ивон. Останки были найдены всего в нескольких сотнях метров от места, где ее семья провела несколько дней в поисках. Вскрытие подтвердило ужасный факт того, что тело Ивон было разделано с помощью мачете. Наиболее вероятной причиной смерти было нанесение, по меньшей мере, двух ударов ножом в спину. Несмотря на огромное количество улик и доказательств того, что Бримагер неоднократно лгал, его жена Кристин продолжала поддерживать его. Весной 2014 года семью Ивон постигла еще одна жестокая трагедия. Мишель, которая посвятила всю свою жизнь тому, чтобы добиться справедливости, для своей сестры, столкнулась с еще одним смертельным врагом. У нее была диагностирована агрессивная форма рака. «Я еще жива, чтобы бороться за свою жизнь, и я еще жива, чтобы бороться за свою сестру», — сказала она тогда. В сентябре 2014 года ослабленная раком Венесуэла, важнейший свидетель согласилась дать показания. Брайан Бримагер сидел прямо напротив нее. После изнурительной дачи показаний женщина потеряла сознание. Это был впечатляющий акт сестринской любви. Через несколько дней Мишель умерла. Потребовались месяцы дипломатических и юридических препирательств, но в начале 2015 года правительство Панамы наконец согласилось, чтобы Бримагера судили за убийство на американской земле. «Мы пришли к выводу, что единственный способ для Брайана предстать перед правосудием за совершенное им убийство — это предъявить ему обвинение и осудить здесь, в США», — сказал помощник прокурора Марк Конновер. Бримагер не признал себя виновным. Дело шло к суду в 2016 году, когда следователи сделали еще одно важнейшее открытие. Кровь и ДНК его были обнаружены под рукояткой мачете. Бывший морской пехотинец тщательно очистил лезвие, но не пространство под рукояткой. И лишь эти дополнительные улики после почти пяти лет лжи заставили его признать себя виновным в убийстве второй степени. Он был приговорен к 26 годам заключения в федеральной тюрьме. Кристины Брайан до сих пор женаты. Она продолжает поддерживать и навещать его в федеральной тюрьме. Срок заключения Бримагера заканчивается в феврале 2037 году.